У меня трое сыновей, один племянник. Ребята, послушайте меня. Я горжусь своими сыновьями. Горжусь, ни один из них не пьяница, ни нарколог, ни подонок, а вы выполняющий муки-поплики, вы понимаете или нет? Ребята, послушайте меня. Они хотят видеть в своем доме на рассвете незваных гостей. Они выламывают наши двери. Они пытаются сломать наши жизни. Сталкиваясь с этим, мы вынуждены противостоять им. Мы хотим оградить от беды свой народ и своих близких. Оказавшись между молотом и наковальней, будучи заложниками политических игр и переговоров больших государств, мы прокладываем свой собственный путь. Наши методы защиты всегда носят исключительно мирный характер. Даже тогда, когда с нами поступали несправедливо, мы сохраняли спокойствие и продолжали оставаться верными своим принципам. Ведь жестокость порождает еще большую жестокость, еще большую несправедливость. А наша дорога – это дорога веры и честности в отношениях с самим собой и с другими людьми. Путь справедливости и ненасилия. Эта жизнь бренна и дана нам как испытание. Нам необходимо помнить, что придет время, когда нам придется отвечать перед Аллахом за то, как мы ее прожили. Когда мы видим, что Аллах испытывает кого-либо, его имуществом, здоровьем, семьей. Неправильно с нашей стороны думать, что это испытание только для него. Нет. Аллах испытывает всех нас. Как мы поведем себя в этой ситуации? Поможем ли ему? Протянем ли руку помощи? Или все-таки оставим его наедине с его проблемой? Поэтому в любой ситуации мы должны вести себя достойно. Не отходя от завета Всевышнему Аллаху. Идея создания Крымской солидарности, конечно же, возникла не случайно. После первых арестов, после того, как в Севастополе ребята арестовали, это первая четверка, где фигурируют Зитулаев, Сайфулаев, Примов и Ваитов. После этого мы столкнулись, адвокаты, юристы, с такой проблемой, что не хватает общения адвокатов с семьями. Очень много вопросов у семей. Это были, так называем, первопроходцами. То есть не знали, как передавать передачки, что можно, что нельзя, каким образом просить свидания со своими мужьями, сыновьями. И в результате этого мы решили сделать ежемесячную встречу, где могли бы встречаться адвокаты и семьи политузников. И вот там было две вещи. Как бы само общение с адвокатами полезно и нужно, потому что люди получают необходимые консультации. И кроме того, каждый жил со своей бедой, а теперь, когда они увидели друг друга, вот, 8 семей, 8 представителей, 8 жен, 8 дочерей, не знаю, кто там еще, но они, конечно, уже поменялись, даже в лице было видно, там, тонус другой, там, какая-то такая вот радость общения. Они поняли, что они не одни в этой беде, там, а целая группа. И как-то оно было, дало что-то. Ну, на тот момент, конечно, оно еще не называлось Крымской солидарностью. Это была первая встреча жен с адвокатами и с несколькими людьми, которые отозвались, возможно, первыми отозвались на то, что происходит, начало происходить с народом. Уже тогда определенно понималось, что это начало. Начало, конец которому, который известен только Аллаху. Из-за того, что это было первое собрание, естественно, опыта никакого не было. Это был как такой пробный вариант того обсуждения и наработки того сценария, каким образом вообще будет происходить эта встреча, какие вопросы будут подниматься. Все это прошло в такой практически семейной, уютной обстановке. Почему? Потому что из-за того, что эта проблема произошла с людьми, естественно, она объединила этих людей. Можно даже сказать, породнила. Когда ты начинаешь что-то новое, незнакомое тебе, естественно, возникают определенные какие-то сложности, трудности. Мы видели, как подъезжают люди в штатском, в те места, где мы собираемся. Как подъезжает полиция, как снимает все это скрыто, либо открыто на камеру. И как стараются запугать тех, кто предоставляет помещение для крымской солидарности. Когда создавалась эта крымская солидарность, мы думали, что к нам будут обращаться все люди, в основном, у которых есть проблемы какие-либо, для того, чтобы им помочь. То есть мы на это рассчитывали. Но на сегодняшний день мы видим, что к нам приходят не только те, у кого есть проблемы, но есть те, которые просто хотят от чистого сердца помочь. Таким же является сервер Карбабашка наш, Машалла, Ведье Биташка наша, Алла Рахмета Лессан. То есть очень многие наши старики нас поддержали, мы очень им благодарны за это. В 2016 и 2017 годах в основном рост крымской солидарности был за счет родственников политических заключенных. То есть больше открывалось новых дел, больше заключенных, больше родственников и объединение росло. То есть теперь в 2017 и 2018 годах есть много активистов, которые прекрасно понимают, что это проблема не вот этих отдельных людей, а всего общества в целом. Конечно, внутреннее состояние людей, в том числе и нашего народа, конечно, за последние несколько лет изменилось. Первые годы, конечно, было такое шоковое состояние, потому что наше поколение, молодое поколение на себе не испытало то, что испытали наши родители. И то, что когда на улицах Крыма, городов Крыма, появились вооруженные люди, конечно, за мирно настроенных людей это было, честно говоря, шоковое состояние. Ну, по воле Аллаха это состояние прошло. Если посмотреть на лицо протестов в Крыму, в основном, конечно же, это люди, которые представляют крымско-татарскую общину, либо украинскую общину. Потому что с 2014 года это группы людей, которые больше всего находятся сейчас под репрессиями в Крыму. И если посмотреть на то, каким образом они сопротивляются, конечно же, это не насильственная борьба. И поэтому самое важное, что, наверное, в этой борьбе есть, это то, каким образом выглядит это сопротивление. Как пример, можно приводить акцию, которая называется «Крымский марафон», когда крымские татары, все крымчане, люди по всему миру начали собирать средства для оплаты непосильных штрафов, которые были наложены на активистов в Крыму. Это были фактически тысячи денег, которые стекались со всего Крыма, которые отправлялись со всего мира для оплаты этих штрафов. Это показывало, что каждый человек, который сейчас находится в беде, он имеет за собой определенный тыл, он имеет плечо рядом. И что даже в этих условиях вот это вот неравнодушие, которое есть у людей, оно очень сильно помогает. После того, как пошла череда, повальная череда арестов в Бахтисарай, появились и начались другие акции. Вначале на одиночный пикет вышел сервер Ага Караметов, затем появились десяток наших стариков, а потом уже количество гражданских активистов, вышедших на одиночные пикеты, превысилось в 100 человек. И сегодня вот такая реакция на то бесправие, которое творится в Крыму, на тот произвол, ну не остается без внимания гражданских активистов. И уже, скажем так, во время проведения тех обысков, судебных процессов, всегда возле зданий судов, возле домов, где проводятся обыски, всегда присутствуют гражданские активисты, всегда идут репортажи, стримы прямые, записи. Все больше людей начинают приобретать ясность и видят конкретные действия, какие необходимые конкретные действия осуществлять для вот этой вот мирной борьбы, для мирного политического протеста. И более того, они ощущают эффективность этих действий. Поэтому, я думаю, когда человек ощущает результат, видит плоды своих дел, и другие это видят плоды из дел других людей, то это, конечно, привлекает внимание, и люди, конечно, начинают присоединяться к этой деятельности. Фактически сегодня вся гражданская активность легла на плечи обычных людей. Приходят новые люди, молодые, пожилые люди, которые вспоминают былое, которые учатся новому. И я должен отметить, что за последние 4 года гражданская политическая активность среди крымских татар вновь начала возрастать. Начиная со сборов 10 рублей на оплату штрафов, заканчивая недавними, например, пикетами в защиту Ханского дворца, явкой к местам обысков, стримам и многим другим вещам, которые раньше не делались, наверное. А сегодня люди стараются найти те или иные формы проявления. Я думаю, это очень хорошо, и динамика позитивная, и как бы то ни было, я думаю, гражданская активность среди крымских татар будет развиваться и далее. За последнее время крымская солидарность стала чуть ли не единственным постоянным и системным источником информации о том, что происходит в сфере гражданских свобод, и не только о том, как нарушаются права крымских татар, и не только крымских татар в Крыму. И эта площадка стала, я повторюсь, единственным источником информации. А что касается преображений, мне кажется, это было лето 2016 года, когда создалась страничка, или несколько активистов начали опубликовать какую-то информацию. Сейчас это полноценный ресурс информационный, который дает нам ежедневную сводку новостей. Мне не приходится, например, тоже журналисту, листать на момент новостей в Фейсбуке, тратить кучу времени. Это элементарно про технические какие-то возможности. Я захожу на страницу крымской солидарности и вижу все, что происходит в Крыму в сфере нарушения прав человека. Для меня это пример того, как люди сумели организоваться и делать какую-то важную работу абсолютно на каких-то общественных, гражданских началах, абсолютно идейно и безвозмездно. Все мы – одна семья, одно целое. И если болит его небольшая часть, то все тело отзывается температурой. Кто-то продолжает думать, что мы разделены и раздроблены. Но это не так. Да, мы спорим на разные темы. Порой не находим согласия в некоторых вопросах. Но в действительно важных вещах, вещах, которые имеют смысл и за которые нам всем без исключения придется отвечать перед Всевышним, мы едины. Все мы – словно листья одного дерева, где каждый из нас уникален, не похож на других. Но всех объединяет одно – это наша вера, наша идея. Мы – словно дерево, у которого могучий ствол и глубоко ушедшие в землю корни. Плохая погода и сильные ветра могут оборвать несколько листьев, которые плохо связаны с ветвями. Тогда они улетают прочь и теряются в прошлом без лица и имени. Людям присуще качество держаться вместе. Особенно это заметно среди мусульманского общества. Любые беды, невзгоды легче переносить, когда ты не один, когда ты не сам, когда ты с Джимаатом. Наш народ всегда держался вместе. Это исходит от нашего менталитета, который построен на нашей религии, за которой мы следуем, ислам. Мусульмане подобны единому телу. И когда болит какая-то часть его, все остальные части отзываются на эту боль. Поэтому среди мусульман отсутствует идея индивидуализма. А наоборот, присутствует коллективный дух, сплоченность, радость и переживания друг за другом. За последние несколько лет их количество тех самых активистов увеличилось. Среди этих людей очень много тех, кто раньше занимал достаточно пассивную позицию, никуда не лез, ни с кем не конфликтовал. Но вот этот совершенно необдуманный, я бы сказал, безумный прессинг российской власти, силовиков, он приводит к тому, что на каждое действие существует свое противодействие. И люди, сталкиваясь непосредственно с этим произволом, либо они, либо их родственники, знакомые, друзья, они пополняют ряды таких активно сопротивляющихся, протестующих людей. поэтому государство, власть, силовики делают все для того, чтобы гражданских активистов было все больше, становилось все больше и больше. Если раньше было 3-4 человека, то теперь можно будет уже о десятках. 90% халқымыз сағлам, аннай бұл азиетін. И кені стейн бұл яшларымызға айдан ма? Міна бұл бұл солидарніст оғланлар. Міна бұл үшілдан бірлі, мен әнді яқын оларынен таныш олдым. Көз үшілден олары насыл инкішаф етелер. Олары насыл энді әнді опыт. Ақуқықларымызғын энді құрчалайлар бұзғын халқымызы, бұзғын кім ағыр бәзетті түшкен, кім мақкемеге түшкен баларын, бабаларымызы, оларын хүрчалайларын. Крымские татары в ответ на террор, который устроила власть в отношении них в Крыму, ответила еще большей сплоченностю и созданием новых трансформаций в национальном движении. Появились новые общественные движения, например, Безымбалалар. Эта структура создана для оказания помощи детям политических заключенных, которые находятся в следственных изоляторах или уже получили сроки и ушли по этапам в тюрмы. Крымский марафон. Это когда весь народ принимает участие в сборе средств для тех, кто по административным делам получает большие штрафы. Если говорить о том, что произошло с нашим народом после 2014 года, здесь тоже только можно говорить положительное, потому что народ, который уже как бы наступало самоуспокоение от того, что мы уже дома заканчиваем строить, от того, что мы уже повыстраивались и так далее, и теперь получил такую встряску, что появилась новая волна над движением, новая волна за защиту Крыма, защиты нашей Родины и защиты прав всех граждан, проживающих на территории Крыма. Поэтому мы, как активисты, мы людей не разделяли, и вот подтверждение тому наша поддержка и Сенцова, и Кольченко, и Балуху вот сегодня в Раздольевском районе, который до сих пор идет на нем без суды. Мы всех видим, любого гражданина, который готов защищать Крым и права крымчан, крымцы татар в том числе, мы одобряем и считаем, что это очень позитивно. Преодолевая трудность за трудностью, мы становимся только сильнее, сами того не замечая. Наша вера крепнет, наши ряды становятся еще сплоченнее. В ситуациях, еще недавно вызывавших у нас недоумение и растерянность, сегодня мы точно знаем, что делать. Наши друзья радуются вместе с нами, а недоброжелатели недоумевают, пытаясь придумать очередные способы давления, с которыми мы в очередной раз справляемся, не теряя облика человека и не изменяя своим принципам, не изменяя своей вере в могущество Творца, в его безусловную помощь. Путь, по которому мы следуем, является открытый, чистый и правильный. Мы верим во Всевышнего Аллаха, уважаем и соблюдаем законы нашей религии. Это не преступление, и это не делает нас преступниками. Мы следуем за истиной, а это значит, что нам нечего бояться. Наши родители, вернувшись на свою землю, успешно боролись за свои права и добились очень больших результатов. Нам некуда отсюда идти, и мы продолжим этот путь. Мы не ведем насильственную борьбу и не призываем к этому. Главным оружием, которое имеется в наших руках, это мысль и слово, с помощью которых мы, иншаллах, добьемся того, чего хотим. План, цель и задача одна. Пока бьется наше сердце, пока течет кровь по нашим венам, мы не имеем права останавливаться, не имеем права сдаваться. И пока каждый, кто был неверно обвинен, огульно обвинен, и сегодня находится за стенках, или получил штрафы, и тому подобное, не будет дома, не будет в кругу своей семьи, мы не имеем права останавливаться. Мы не имеем права останавливаться, пока происходят все эти бесчинства и беззакония. Поэтому мы должны думать над тем, как еще больше сделать благого в отношении интересов нашего народа. Перспективы у нас во многих направлениях, я так это назову, скажу о них в общем, это перспективы развития гражданской журналистики, это перспективы развития правозащитников, это перспективы того, чтобы люди получали квалифицированную юридическую помощь и повышали свою юридическую грамотность. Планы, конечно же, помогать крымско-татарскому народу, мусульманам, всем тем, кто по беспределу, подвергся именно репрессиям, кого на сегодняшний день назначают экстремистом, террористом. Я бы посоветовал быть теплее друг к другу, переживать друг за друга, заботиться друг о друге. Не отчаиваться и как-то надеяться, может быть, даже в какой-то степени на самих себя и продолжать свою жизнь. Я своему народу пожелаю в первую очередь деньгей Абшмага к своей вере повернуться полностью лицом всему нашему народу. Второе, не забывать, что мы крымские татары, что это наша родина, и свой язык, сохранять свой язык, свою культуру, и никогда не идти на поводу всяких непорядочных людей, даже и свою власть. Я желаю терпения, я желаю человечности. Сохранять свое лицо, помнить, кто мы, зачем мы, помнить о наших корнях, о нашей религии. Аллах в Хуране сказал, держитесь за верю Аллаха и не разъединяйтесь. И этой верею является Хуран. Объединяясь на основе ислама, мы будем той силой, которая будет способна достичь многого. Аллах наделил верующих лучшими качествами. Одним из самых важных и лучших качеств является терпение. Сегодня мы счастливы, а завтра на нашем пути трудности, горечь, обиды и потери. Поэтому мы должны проходить это с покорностью и со смиренностью воли Всевышнего Аллаха. Аллах в Хуране говорит, поистине люди в убытке, кроме тех, которые заповедовали друг другу терпение. Мы знаем, что за каждой тягостью приходит облегчение, что за каждой тьмой приходит свет. Поэтому всем, кого Аллах испытывает сегодня чем-либо, мы желаем терпения, облегчения и скорейшего решения их проблем. Новый день приносит новые испытания. Мы вместе радуемся нашим общим победам и точно так же переживаем за всех, кто в беде. мы разделяем страдания несправедливо притесняемых. Мы всегда протягиваем руку помощи и среди нас практически нет равнодушных. У нас нет бездомных детей, нет людей, попросивших о помощи, а в ответ отвергнутых или заброшенных. Мы все вместе помогаем тем, кто в этом нуждается. и если кого-то из нас ударили, мы не дадим его упасть. Если кто-то потерялся, будем искать его всем народом. Если дети остались без родителей, мы не позволим им голодать. Если кого-то из нас изматывают судебными процессами и штрафами, мы знаем, как их поддержать. Поэтому что бы ни случилось, какие бы беды ни стучали в наши дома, уповайте на Всевышнего. Будьте с народом, будьте со своим джематом, не разрывайте родственные и дружеские связи, прощайте друг другу ошибки. Это самое дорогое в нашей жизни, и это то, что действительно важно. И самое главное, никогда не опускайте руки и не теряйте надежду. Мир вам и благословение Всевышнего! Редактор субтитров